Прокуратура ежегодно защищает интересы миллионов граждан, в частности в сфере социального обеспечения, гражданского, трудового, семейного, жилищного и избирательного прав. Сегодня остановимся подробнее на теме исполнительного производства. А разобраться в деталях нам поможет гость студии. В программе «Утро вместе» прокурор отдела управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Владимир Гарин. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну действительно, тема такая емкая, как оказалось, и очень важная. Во-первых, давайте разберемся, насколько часто приходится прокуратуре вмешиваться, наверное, или работать в плане исполнительного производства. Да, прокуратура в Рожжевской области, ну как и в принципе прокуратура Российской Федерации, уделяется особое внимание исполнению законодательства в сфере исполнительного производства. Надзор отшляется в рамках наших ведомственных эрекционно-распорядительных документов. Это генерального прокурора, а также прокуратура Воронежской области. Ну, если коротко в цифрах, то за 9 месяцев текущего года таких обращений в органы прокуратуры в Воронежской области поступило больше 2,5 тысяч. Из них более третий, более удовлетворенные органы прокуратуры, приняты меры прокурорского реагирования. Это примерно 10 в день получается, в календарной. Довольно-таки, да. Большой объем поступает жалоб граждан, ну и соответственно рассматриваются органы прокуратуры. А в каких случаях, чтобы вот люди сейчас поняли, которые далеки, да, слава богу, от исполнительного производства, а что это за случай бывает? Ну, особое внимание именно прокуратуре уделяется исполнительным производствам, это по взысканию заработной платы, пособий, каких-то социальных выплат, обеспечения лекарственными средствами, средствами реабилитации. И особое внимание уделяется исполнительным производствам, где выступают взыскатели, несовершеннолетние, социально насеченные категории граждан, также инвалиды, пенсионеры, престарелые, то есть большой объем таких обращений рассматривается органами прокуратуры. Просто простым языком, да, с какой проблемой человек может обратиться в рамках вот этой темы? В рамках исполнительного производства, ну, в основном, какие проблемы возникают, это несвоевременное, скорее всего, взыскание денежных средств, то есть взыскание именно с должника, затягивание этого процесса. То есть граждане хотят, чтобы очень быстро эти денежные средства были взысканы в их пользу, но зачастую возникают определенные проблемы по взысканию, особенно это касаемо, наверное, алиментов, больше всего, где зачастую должники просто скрываются. Ну, про алименты мы отдельно поговорим более позже. То есть тут еще фигурирует Федеральная служба судебных приставов, правильно? Конечно, обязательно. Как вот эта связь осуществляется? Вы на них как-то влияете или нет? Ну, я хотел бы сразу обозначить, что не только органы прокуратуры рассматривают обращения граждан в сфере исполнительного производства, но и сама служба судебных приставов в рамках ведомственного контроля, как и Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области, так и Федеральная служба судебных приставов России. То есть граждане не только... Многоуровневая такая. Да, соответственно, не только в органы прокуратуры граждане могут обращаться, например, на бездействие или действие территориального органа, но и вышестоящему руководству. Соответственно, если мы выявляем нарушения в рамках проведенной проверки, мы вносим акты прокурорского реагирования. Если это незаконные постановления судебных приставов, мы приносим протесты и, соответственно, отменяем их. Если в рамках исполнительного производства выявляются нарушения, масса, может быть, различных видов нарушений, это такие, как непринятие мер по аресту имущества должника, по реализации его имущества, недлежащего розыска должника. То есть большой спектр у нас выявляемых нарушений. Соответственно, мы вносим акты прокурорского реагирования в виде представления. То есть могут действовать неправильно, могут бездействовать, что тоже неправильно. Ну, всякие случаи бывают, поэтому и из-за более 2,5 тысячи удовлетворено более 700. Очень интересно. Поэтому, да. Скажите, без обращения граждан, как-то прокуратура проводит какие-то проверки? Да, плановые проверки. В том числе, они бывают определенно предметные. Это может быть анализ исполнительных производств в социальной сфере, то есть, которые я озвучил, это пенсионеры, инвалиды, престарелые. Также может быть и в рамках волон процессуального блока. То есть различные плановые проверки и бывают также по заданиям генеральной прокуратуры. Хотелось бы узнать, о чем грозит прошла прокурорская проверка, выявлены какие-то нарушения. Вот что дальше? Понятно, что выписывается какая-то бумага, исправьте. Вносится представление об устранении выявленных нарушений. Соответственно, как правило, это обносится руководителю управления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области. В месячный срок обязаны устранить нарушения. Если не устраняют. Мы имеем право обратиться вплоть в судебном порядке. То есть уже судно, значит? Да, но, как правило, эти нарушения устраняются. Кому же хочется? Такого не бывает, да. И виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности. А интересно, нарушения, с которыми вы сталкиваетесь, они всегда осознанные или есть просто по невнимательности, бескорыстные, грубо говоря? Да, может быть, и в большинстве случаев они, наверное, бескорыстные. Возможно, от большого объема исполнительных производств на одного судебного пристава исполнителя. Возможно, где-то невнимательность. Возможно, где-то несоблюдение просто сроков внесения того или иного документа. Да, ну, случаи разные, очень много. А бумажечка перележала где-то? Это не работает история списания за временем? Да, да, да. Нет, конечно, исполнительное производство... Из течения срока там? Вот мы упомянули уже, что вот при начислении зарплаты можно обратиться в прокуратуру и здесь какие? Или при удержании зарплаты? Нет, это, наверное, при невыплате зарплаты, если исполнительное производство находится в службе судебных приставов. Так. Соответственно, мы... В данном случае мы смотрим именно исполнение, своевременность и полноту принятых мер. Чтобы вернули все до копеечки, а еще бы хорошо бы работодателя наказали. Ну, в данном случае это уже инспекция труда. А, это инспекция труда. Это уже другая, да? Хорошо. Мы смотрим за... Пенсии, пособия, социальные категории граждан, очень важный такой тоже вопрос. Да, зачастую поступают к нам обращения, поскольку именно из тех пособий, или из социальных каких-то выплат, там, пенсии и так далее, производится удержание. Вот. С более величиной прожиточного минимума. Соответственно, мы в таких случаях реагируем, смотрим, в каком процентном соотношении сохранялась ли величина прожиточного минимума и так далее. Либо это производится удержание с расчетного счета уже в банке. Здесь, как правило, заявительный принцип. Гражданин должен написать заявление соответствующее о сохранении прожиточного минимума, либо на расчетном счете конкретном, либо службы судебных приставов. В последующем соответствующее постановление направляется в банк. И тогда уже удержание не будет производиться свыше величины прожиточного минимума. То есть будет сохраняться за гражданином. А вернут то, что удержали сверху? Конечно. Если незаконно удержаны денежные средства, они обязательно возвращаются гражданину. То есть больше, чем прожиточный минимум, вернее, меньше, чем прожиточный минимум, гражданина быть не может. Очень интересно. Ну, вот такая большая тема, как вы сами, собственно, уточнили, это алименты, взыскание алиментов. Да, взыскание алиментов, ну, это большой процент, наверное, обращений граждан, которые к нам поступают. Основные, наверное, моменты и проблемы, которые возникают, это рост должника. Как правило, это задолженность свыше полмиллиона, порой и миллиона у должника, и они скрываются от службы судебных приставов. Угу. Большое, наверное, еще, большой процент, наверное, соотношение жалоб, это несвоевременное принятие мер к должнику. По, может быть, наложению ареста на его имущество, по реализации его имущества, несвоевременное направление требований в банке, то есть где расчетный счет имеется. А каков здесь механизм? То есть это я раз пожаловалась, два пожаловалась, что вот не выплачиваются алименты, да? А потом уже идет жалоба в прокуратуру, правильно? Нет, как правило, граждане бывают сразу напрямую жалуются в органы прокуратуры. То есть даже не жалуются на территориальный отдел или конкретно на судебного пристава исполнителя, а сразу направляют обращение. Это правильно или все-таки какая-то подведомственная задача? Ощеляют контроли за подчиненными сотрудниками. Но последняя уже инстанция – это Федеральная служба судебного пристава России, где уже дается оценка действия управления, когда за подписью руководителя уже давался ответ. Но все равно можно и в прокуратуру. Но все равно граждане, да, в основном жалуются в органы прокуратуру. Да, я объясню, почему. Ведь разные жизненные ситуации бывают, и порой может просто не хватить денег пройти все вот эти... Ну, наверное, не должно быть, и знаний не хватит. Ну, граждане могут не только письменно обращаться, но также на сайт Федеральной службы судебных приставов. То есть обращение очень быстро поступает, и, соответственно, в установленные сроки реагирует. То есть не обязательно направлять письменные обращения и ждать, пока почта доставит данную жалобу. А вот если пропущены по незнанию, опять же, вот эти вот все этапы, и сразу направлена жалоба в прокуратуру, а действия прокуратуры какие? Это опускается на нижний или сразу уже включается в работу? Социальная категория граждан нам запрещает наш приказ перенаправлять в структурные подразделения. Мы, соответственно, данное обращение, если поступать в прокуратуру области, мы направляем в нижний стоящую прокуратуру. То есть прокуратуру того района, где обжалуются действия службы судебных приставов. Ну что ж, очень такой у нас образовательный... Многое стало понятно, если честно. Да, как это работает. Интересная беседа у нас получилась. Спасибо вам большое, что были этим утром вместе с нами. Будем снова вас ждать в гости, потому что, судя по всему, органам прокуратуры действительно есть, что рассказать и чем помочь воронежцам и жителям области. Спасибо вам. Напомним, разбираться в теме защиты прав граждан органами прокуратуры в сфере исполнительного производства нам помог прокурор отдела управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Владимир Гарин. Познавательное утро на телеканале ТВ Губерния продолжается. Будьте с нами.